МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый вечер! На интрии главные события субботы глазами журналистов подробностей. В студии Владимир Андреевский. Сегодня в программе. Елки превращаются в палки. Под видом санитарной рубки леса уничтожаются элитные столетние деревья. Обнаружить факт незаконных действий браконьеров может только специалист. Почему выявить вырубку так сложно? И почему до сих пор не наши виновны? В Донецкой области уничтожают заповедные леса. В Красном Лимане специалисты Управления охраны окружающей среды выявили факты незаконной вырубки сосны. По их словам, это происходит уже не первый год. Но до сих пор ни один человек не был наказан. Чиновники лесного хозяйства успокаивают. Речь идет о единичных случаях. Разбираться будут сотрудники правоохранительных органов. Чтобы выяснить объемы хищений, им придется в буквальном смысле рыть землю. Рассказывает Ирина Исаченко. В санитарной рубке леса уничтожаются элитные столетние деревья. Обнаружить факт незаконных действий браконьеров может только специалист. С помощью такого щупа вот здесь спрятан пенек. Как действуют дровосейки-нелегалы, показывает специалист Управления охраны окружающей среды. Откапывается вот от пенька этот песок и хвоя. Бензопилой режется буквально вот ниже уровня земли. Шина вставляется. Все убирается это. И потом все назад забрасывается. Через год закопанный пенек превратится в труху. И следы преступления уже никто не обнаружит. Каждое такое дерево – это более кубометра ценной древесины. Мы обнаружили 630 кубов незаконно срубленных деревьев. Ну вот это то, что мы раскопали. Это только что раскопали. Если раскопать еще побольше, ну я говорю, это будут тысячи кубов. Но кражи качественной древесины – не единственная цель браконьеров. В Управлении окружающей среды утверждают – нарушители действуют по схеме. Сначала лес прореживают, оставляя по три дерева на сотку. Такая территория по закону подлежит сплошной вырубке. И все деревья просто спиливают. Что происходит в лесу, сотрудники местного хозяйства рассказать не захотели. В конторе Ямпольского лесничества ни души. Говорит, согласился только этот мужчина, бывший сотрудник. Нелегально лес отрубается. Который все в курсе высшее стоящие руководство области. Име-то лесного хозяйства. Не слишком разговорчивые жители окрестных сел. Неохотно, но все же рассказали, что дрова продают. И грузовик древесины стоит 700 гривен. А нелегалы у вас тут ходят? Предлагают дровишки купить, те, что нелегально рубят? Да ну, если кому надо, конечно. У директора Краснолиманского лесхоза своя версия. Говорит, деревья вырубили люди, которые летом охраняли лес от пожаров. Это коррупция местного уровня, утверждают в областном управлении лесного хозяйства. Виноваты, дескать, сами лесники. Больше ста кубов одного лесника. Завтра мы проводим совещание по этому вопросу. Все материалы передаются в прокуратуру. И прокуратура проимет правильное решение. Часть сотрудников, которые отвечали за это, мы расстанемся. Так что тут это однозначно. И они понесут материальное наказание. Штраф за одну незаконно спиленную сосну составляет около 3000 гривен. Сколько заплатят лесники, если их вину удастся доказать, зависит от того, сколько пеньков выкопают сотрудники природоохранной прокуратуры. Ирина Исаченко, Олег Подопрехин. Подробности, телеканал Интер, Донецкая область.